Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс продолжает свои программы. Среда, 11 часов утра в городе, вот появилась у нас Тамила на экране. Наконец-то, 11 утра в городе Чикаго, 9 утра на западном побережье Сан-Франциско-Лос-Анджелес, на восточном побережье Нью-Йорк-Вашингтон, 12 часов дня, по московскому времени 7 часов вечера, ну и, как всегда, по четвергам у нас программа, которая называется «Женская гостиная», «Хозяйка гостиной» и ее ведущая Анастасия Хрущинская, Настя, доброе тебе утро! Спасибо, Миш, большое! Вам добрый день уже! Спасибо! А Тамиле добрый вечер, она находится на территории Индии, но ты сейчас ее представишь сама, вот, и, пожалуйста, слово тебе! Спасибо большое, Миш, как всегда, приятно вы меня представили, я полна бодрости и радости, и сегодня у меня в гостях Тамила Разуматова. Вот Тамила выходит с нами, эфир из Индии, но она нам сейчас все сама расскажет. А Тамила, очень долго я ждала ее в гостях, и огромное спасибо, что вы ко мне согласились с нами провести эфир. Более того, мы с Тамилой задумали даже цикл программ, состоящий из четырех программ, и будем мы говорить о аэровидических процедурах и аэровидической очистительной практике панчикарма. Но обо всем по порядку, я буквально несколько слов расскажу, кто такая Тамила. Тамила сертифицированный специалист по аэровиде, аэровидической медицине и пульсовой диагностике, обучалась она в Российском университете дружбы народов, в Институте восточной медицины, на курсах аэровидической медицины у Бориса Рогозина, у Максима Волошуна, у Субатялова, Максима Володина, прошу прощения, у Михаила Субатялова и в Индии, в Кирале. И она является специалистом по теории практики панчикармы, в общем, очень-очень такой представительный список обучения. И сегодня мы с Тамилой поговорим о том, как устроена аэровидическая клиника и как правильно выбрать, потому что сейчас это направление крайне популярно среди людей, которые следят за своим здоровьем и которые стремятся сохранить как можно дольше свою молодость и красоту не только у женщины, но на самом деле и мужчины. И если вы хотя бы раз слышали о такой замечательной аэровидической процедуре, панчикарма, то наверняка вам даже возникала мысль поехать в клинику. Но клиник очень много, клиник огромное количество, и это на самом деле достаточно сложно выбрать ту, которая действительно бы соответствовала вашим требованиям, была бы на уровне и предоставила бы вам тот самый набор услуг и тот самый набор оздоровительных процедур, который вам необходим. Тамила, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, добрый вечер, Анастасия, добрый вечер, Михаил и слушатели. Я вас приветствую, спасибо большое за представление, мне очень приятно выступать перед вашей аудиторией в эфире. Спасибо огромное. Я всегда своих гостей спрашиваю, потому что наверняка вы аэровидой занимались не с самого начала своей жизни. Скорее всего, вы в каком-то сознательном уже возрасте к этому пришли. Почему вы аэровидой занялись? Что вас в ней привлекло? Мне всегда очень интересно, потому что я сама тоже здесь в Америке обучалась, аэровиде, я знаю, насколько это увлекательно и здорово, и как это меняет жизнь. Ну, поэтому мне, конечно же, было бы интересно в первую очередь услышать вашу историю. У меня, наверное, очень простая история. Есть свои собственные проблемы по здоровью. Когда мне врачи... Он говорит, ну, у вас старческие заболевания, в общем-то, не в моем еще пока возрасте, в старческом, и лечить это мы не можем, пейте таблетки обезболивающие. Я понимаю, что мне хочется быть активной, ну, все, что мне положено прожить, хочется прожить активно. Я начала искать альтернативные методы, в это же время я уже зачаровалась в своей прежней деятельности, ну, просто изжила себя, стала искать для себя новый вид деятельности, чем бы хотелось заняться. И вот сошлись звезды, сошлись они в аэровиде, и я понимаю, что это был знак свыше, и мой путь действительно здесь. Поэтому все в последнее время, в последние несколько лет я посвятила полностью себя аэровиде. Очень хорошо, я вас прекрасно понимаю, потому что у меня тоже, наверное, как-то таким же образом путь сложился. И вообще, мне кажется, аэровида, с точки зрения ведических знаний, да, каждая женщина должна вообще обладать знаниями аэровиды хотя бы на домашнем уровне, для того, чтобы просто, ну, помогать своей семье сохранять здоровье и гармоничное состояние, потому что аэровиды – это не просто медицина, это еще и образ жизни, это питание, это огромное количество, то есть набор каких-то определенных вещей, которые кардинально могут изменить нашу жизнь и привести нас к здоровью и благополучию. А когда у нас есть здоровье, то, на самом деле, легче жить на всех уровнях становится. Вот, поэтому вот так вот. Согласны со мной? У нас небольшая, дорогие друзья, у нас есть… Да, я прошу прощения, я вас перебиваю. У нас есть небольшая задержка в звуке, потому что там, милы, в Индии, видимо, интернет не очень стабильный, поэтому, дорогие друзья, наберитесь терпения, я тоже наберусь, и у нас, может быть, такие перерывы, но я надеюсь, нам с Божьей помощью мы сегодняшний эфир проведем удачно и интересно. Я вас слушаю. Да, спасибо большое. Вы абсолютно правы, Анастасия, юрведа переводится как «наука о жизни», и это действительно очень всеобъеблющее знание и о распорядке дня, и о питании, и о правильном эмоциональном, ментальном состоянии, потому что, ну, в общем-то, из всех этих аспектов состоит наше здоровье, и более того, в аюрведе считается, что 60% любых заболеваний можно вылечить, только изменив питание. Мы уже не говорим ни о лекарствах, ни о процедурах. Лекарства, процедуры тогда, когда уже заболевания имеют хронический характер либо осложнение, а так достаточно поменять пищевые привычки, как правило, и многие болезни уже нас покидают. Ну, давайте мы тогда потихоньку начнем разбирать нашу тему, которую мы сегодня анонсировали, аюрведическая клиника, как выбрать и какие критерии отбора. Ну, вы как человек, который сейчас находится в аюрведической клинике, в общем, как никто другой, наверное, в теме, и вообще, что из себя представляет аюрведическая клиника? Это как санаторий, да, или это как что? Санаторий – это самое близкое. Вот прям один в один наши советские санатории, наверное, максимально близки к аюрведической клинике. То есть для того, чтобы получить качественное лечение, важно жить в этом месте, получать свой диетический стол, да, как у нас говорили, и получать лечение по показаниям. Потому что есть очень много сейчас вариантов, наверное, повсюду, когда открываются клиники, но они предоставляют только процедуры, только лекарства, они не предоставляют питание и проживание, это совсем другое, потому что настоящая аюрведическая клиника – это все-таки полностью нахождение внутри определенного пространства, где нормированный режим дня, где за тобой постоянно присматривают врачи, где индивидуально для тебя готовят, где ты не занят своими повседневными заботами, не нервничаешь на работе и, в общем-то, огражден от всякого стресса. Идеальная аюрведическая клиника, она находится в приятном месте, вдали от городского шума и суеты, где у нас есть возможность побыть наедине со самими собой, наедине со своим здоровьем. Я знаю даже, что в некоторых аюрведических клиниках даже не рекомендуют использовать средства связи, электронные гаджеты всевозможные. То есть, наверное, это не так строго, как, например, у меня как раз в понедельник была передача с одним йогиным, Романом Косаревым, и мы с ним говорили о випассане, да, то есть есть жёсткая практика випассаны, когда вот тебя забирают телефоны, компьютер, даже читать нельзя, короче, вообще всё полностью, чтобы мозг очистился. Я знаю, что в некоторых аюрведических клиниках тоже такие существуют рекомендации. Правильно это или неправильно вообще? Как вы считаете, имеет в этом смысл? На мой взгляд, поскольку я тоже проходила випассану, я понимаю, о чём говорил ваш предыдущий лектор, это тоже стресс, когда, ну, в общем-то, вырывают из привычного контекста, из привычного социума, и первую половину випассаны уходят просто на адаптацию. В некоторых действительно клиниках ограничивают максимально социальные связи. На мой взгляд, это немножко жестковато, особенно для нас. Мы европейцы или люди, скажем, не из Индии, приезжая сюда, мы и так переживаем достаточно большое количество стресса. Чужую страну, новое, неведовое нам лечение. Если нас ещё полностью отрезать в это время от родственников, наверное, это будет тяжело, и на качестве лечения это не лучшим образом скажется. Врачи рекомендуют ограничить свою активность в соцсетях, снизить нагрузку на глаза от использования гаджетов, больше релаксировать. В принципе, вы можете смотреть приятные фильмы, читать приятные книги, но стараться минимизировать уровень стресса. Так что здесь никто не запрещает пользоваться гаджетом, но просто существует распорядок дня, его нужно придерживаться, а времени на гаджет на самом деле не очень много остаётся. А какие же всё-таки критерии выбора клиники? Вот, допустим, кто-то из наших радиослушателей захотел поехать в Индию. Вообще, действительно, есть же оздоровительные центры, у нас здесь в США тоже есть центры. Вот я, например, училась во Фрименте, здесь в Калифорнии, у нас аэроведический институт, Кирал Аэроведа Академи, там тоже предоставляются услуги как бы оздоровления. Просто я не хочу сейчас про панчикарму говорить, потому что мы планировали в следующей программе об этом поговорить. Но, тем не менее, ну, что мне ехать в Индию, к примеру? Можно же здесь вот прям на месте, ну, по деньгам немножко дороже будет, ну, даже не немножко, а прилично так дороже, наверное, хотя зависит, наверное, тоже. Но, тем не менее, почему надо куда-то ехать? Что это даёт? И надо ли? Ну, да, в первую очередь, в первую очередь, если ваша клиника, там, где вы живёте, предоставляет вам вот именно тот санаторный вариант с проживанием и с питанием, тогда, возможно, ехать и не стоит. Есть дополнительные мотивы для того, чтобы поехать, потому что, приезжая сюда, вы находитесь в этой атмосфере, где растут все эти лекарственные средства, все эти лекарственные травы, деревья. Вы, помимо того, что получаете лекарства сами по себе, вы ещё и дышите этим воздухом, напитанным вот этими эфирными маслами и так далее. Это, конечно, полезно. И плюс вы окунаетесь в аутентичную атмосферу. Всё-таки аюрведа неразрывно связана с Индией в нашем восприятии, и находясь здесь, вы эмоционально больше настраиваетесь на лечение. Но, опять же, это не является обязательным. Если качественно воссоздать все условия настоящей аюрведической клиники в любом другом месте и адаптировать это под местный климат, то, наверное, это тоже будет эффективно. Просто важно, чтобы человек, уехав вот в такую клинику, всё-таки чувствовал себя не дома, не на работе и не продолжал вести свою прежнюю жизнь. Потому что нахождение в клинике всё-таки требует сосредоточенности на себе, на процессах, которые будут происходить внутри организма. Да, это очень важно, когда привычные рутины у нас домашние прекращаются, особенно для женщины, мне кажется. Это просто необходимо, когда ты бесконечно думаешь, что ребёнка забрать, то стиральную машину заправить, то помыть там ещё полы, то, что ты приготовила на ужин, потому что, естественно, это не путь к здоровью, к сожалению. Какие ещё есть критерии выбора клиники? Ну, вот мы сейчас разобрались, что, конечно... Вообще, на самом деле, ещё же климат, да, всё-таки в Индии вот этот потрясающий климат, влажный, который даёт нам кожу, сразу так он делает, даже вот само просто нахождение в этом месте, оно уже является лечением. Потому что вот в Калифорнии, да, здесь, например, достаточно суховато, и для того, чтобы создать вот это именно то воздействие, которое в Индии, то есть это нужно прибегать к каким-то определённым средствам увлажнения, там, ну, в общем, немножко не так, потому что в Индии, конечно, вот именно то, что там как тепло и влажно, это очень благотворно и для кожи, и для наших суставов, и это как раз улучшает лечение, как я понимаю. А какие ещё есть? Совершенно верно. Именно ещё из критериев, наверное, нужно назвать в качестве специалистов, потому что специалисты, в общем-то, являются основными проводниками нашего здоровья. Это должны быть хорошо обученные, прежде всего, доктора с опытом, которые могут индивидуально подобрать нам лечение, учитывая наше происхождение. Одно дело люди, рождённые в Индии, другое дело люди, рождённые в разных частях света, и нужно понимать, что они потом вернутся к своим прежним пищевым привычкам, к прежним распорядкам, и хороший доктор обязательно эти моменты учтёт, чтобы не было большого стресса организма, ненужного. Ну, например, в частности, индийцы в основном едят много риса, но европейцев, ну, под европейцем я называю всех тех, кто не живёт в Индии, западные люди, для них рисовая диета будет не очень хороша, и доктор должен понимать такие моменты. Те терапевты, которые выполняют, собственно, процедуры, тоже должны быть хорошо обученными. Поэтому при выборе клиники нужно понимать, насколько грамотный и профессиональный персонал в этой клинике, это очень важный аспект. А какая школа, кстати, аюрведическая больше всего известна именно как с точки зрения аюрведической клиники? Это Керала всё-таки, да? Какой штат? Вот вы как считаете? Или какой другой штат? Это Керала. Ну, потому что... Вы знаете, есть Керала, есть очень много аюрведических колледжей по всей Индии, есть колледжи в Гуджарате, это северный штат, родина Махатма-Ганди, есть в Дели, есть в Бомбее, есть в Бангалоре. Оно как-то наибольшее количество... Вообще аюрведов больше сосредоточено в Керале, потому что здесь, наверное, самые благоприятные условия для её прохождения и для того, чтобы изготавливать препараты. Потому что все эти лекарственные растения, они здесь растут в изобилии, и нет проблем с фармацевтикой, с аюрведической. Вот. Ещё очень важно, на что хотелось бы обратить внимание... Да? Не-не-не, я слушаю. Не-не-не, я слушаю. Продолжайте. На что надо... Ещё очень важно, на что хочется обратить внимание... Да-да, чтобы клиника была именно клиникой прежде всего, чтобы это не был спа-курорт для туристов, чтобы там не было ориентации именно на туристический поток. Потому что в этом случае медицинская составляющая, составляющая здоровья, она теряется. И я видела огромное количество клиников в Керале, на побережье в частности, которые работают с абсолютными нарушениями канонов аюрведы. Это печальный факт, но, к сожалению, это имеет место быть. Ведь для нас многих аюрведы ассоциируются прежде всего с Индией. Мы в ней мало что понимаем, и когда мы приезжаем в Индии, мы автоматически доверяем индийским специалистам и аюрведическим клиникам. Но, в общем-то, достаточно большое количество клиник, которые обманывают туристов и предоставляют им совершенно не те услуги. В частности, если вам предлагают какие-то пакетные предложения, например, набор из таких-то процедур будет стоить столько, то вы можете взять вот три таких пакета, и будет вам панчакарма. Это уловка. Это туристический пакет, который, да, вы получите какие-то процедуры, но для вас это будет носить характер спа. И то неизвестно, будут ли эти процедуры вам подходить или не будут. Есть пакеты, когда вы можете сами выбрать себе набор процедур, которые вы хотите сделать. То же самое. Не вам решать, не нам решать. Для этого есть доктора, потому что они понимают, что происходит внутри нашего организма. Мы сами не понимаем, иначе бы мы вылечились без чьей-либо помощи. Еще часто случается, что люди приезжают и... Ну, они просят какие-то процедуры. Бывает, что они просят заочно провести им диагностику, им присылают формы, и люди эти формы заполняют, и им выставляют счета уже на готовый список процедур. Это тоже не вполне корректно, потому что в аюридической практике обязательно нужен личный осмотр пациента, обязательно пульсовая диагностика. Еще есть несколько разных нюансов, по которым нужно понимать, что проще, наверное, рассказать, какой должна быть аюридическая клиника, чем какой она не должна быть. Ну, давайте тогда расскажем, какой должна быть аюридическая клиника, что должно обязательно быть, присутствовать. У тебя, кстати, интересный момент. Кэролла, она находится на берегу океана. Я знаю, что когда, если мы приезжаем для прохождения курса панчекармы, собственно, зачем нужно ехать в аюридическую клинику, для того, чтобы пройти определенный курс лечения, о котором мы поговорим в следующей программе, но, тем не менее, мы сейчас приоткроем немножко завесу. Это процедура, которая называется панчекарма. И в панчекарме огромное количество разных методов лечения. Естественно, необходим индивидуальный подбор. Абсолютно я с вами согласна. Вообще двумя руками за. Потому что я иногда, когда читаю, как люди там, вот я там. Ну, есть, безусловно, какие-то оздоровительные процедуры, которые для всех там подходят, и которые можно делать в обычной жизни, там, абьянку, да, делать, например, это масляный массаж. Я знаю, что вы специалист, у вас даже курсы есть по абьянке. Вот. Но не знаю. Вот, например, все там, здесь очень популярно сейчас, я читаю, широтхару, да, делают, прям просто пришел, прокапали тебе маслица. Что такое широтхара? Это такая процедура, когда тебе на точку, на лбу, так называемая точка третьего глаза, да, проливают некое количество теплого масла. Вот. И я не знаю, я, честно говоря, с большим скептицизмом отношусь к такому подходу, потому что, или там, клизмится, да, все, простите за мой французский, да, начинают активно, да, именно ссылаясь на то, что, ну, в июрведической практике же это полезно. Мне кажется, что такие вот вырванные из контекста как раз процедуры, мы можем себе навредить на самом деле. Вы как считаете? Да, совершенно, да. Я с вами полностью согласна, действительно, это все-таки медицина, в первую очередь, это не спа-технология. И масляный массаж, он далеко не всем показан, есть куча противопоказаний, как к любой другой процедуре. И к процедуре, ну, широтхара, мы здесь немножко по-другому ставим ударение, то же самое, небольшое количество противопоказаний. Вот мне лично никогда не назначают. Мне назначают другой вариант этой процедуры, но не с маслом, а с молочной сывороткой, либо с травяным отваром. Все зависит от конституции, потому что неправильная шарадара может привести к серьезным головным болям, ну, как минимум, да, или к каким-то более серьезным проблемам. Вот, а здесь, конечно, когда есть возможность приехать в клинику и обследоваться у врача, который именно по конституции, а не потому, что мы хотим, или не потому, что мы готовы заплатить, назначает нам лечение, тогда это более правильный подход. Финансовый вопрос в этом случае решается так. Обычно это стоит каких-то денег, по системе все включено. То есть дальше уже у врача есть абсолютная свобода выбора назначить нам то или иное лечение, потому что мы заплатили за, в общем-то, за пребывание, все включено, и они уже дальше распоряжаются, ну, и мы тем самым даем им кардбланш, и они нам подбирают самый оптимальный вариант лечения. То есть не мы это должны делать, и, да, к сожалению, те варианты, те элементы из аюровидической практики, которые предлагаются как СПА, они тоже не всем подходят. Ни масляный массаж, он не всем подходит, ни Ширадара, и те средства, которые используются при выполнении этих процедур, тоже они должны быть индивидуально подобраны. Те же масла, существуют определенные ограничения, кому-то можно это масло, кому-то нельзя, ну, достаточно много всего. Это медицина, которой больше 6 тысяч лет, ее изучают в Индии, так же, как обычную медицину, ее изучают минимум 6 лет на бакалабриате, и еще интернатура 2,5-3 года, то есть это достаточно долгий срок обучения, не просто так. С какими заболеваниями можно поехать в аюровидическую клинику? Вот точно смысл есть, да, вот допустим, ну, к сожалению, мы сейчас живем, я все время, у меня практически каждую программу, это звучит рефреном, мы живем в современном мире, да, все, мы тут бегом-бегом, вата у нас выведена практически у всех состояние равновесия в той или иной степени, да, и, к сожалению, человек, особенно люди, живущие в больших городах, ну, они нездоровые, сейчас, к сожалению, детки рождаются уже нездоровыми изначально, да, здоровее мы, вот даже если мы посмотрим на наших там дедушек и бабушек, они намного были здоровее нас, в силу разных обстоятельств, в силу загрязнения окружающей среды, нашего ритма жизни, образа жизни, ну, в общем, масса-масса, тут об этом много говорить, но, тем не менее, есть сразу, можно какие-то, наверное, выделить группы заболеваний, с которыми имеет смысл однозначно ехать в аэровидическую клинику, прям вот, вот прям будет какое-то улучшение или, по крайней мере, в стадии заболевания становится, ну, вот какие рекомендации есть? Ну, вот вы упомянули, что действительно у нас у всех разбалансирована вата, особенно у жителей крупных городов, а когда разбалансирована вата, это проблема с суставами, у всех что-то болит, вот с суставами точно нужно ехать в клинику, даже если это ревматоидный артрит в запущенной степени, но понадобится, может быть, три панчекарма, и есть вероятность того, что это заболевание, ну, по крайней мере, отпустит нас, может быть, не излечится полностью, сахарный диабет очень хорошо поддается лечению с помощью аюрвед, и сопутствующий сахарному диабету проблемы с тот же, ну, атеросклероз, та же гипертония, они здесь очень хорошо лечатся, все заболевания связаны с нервной системой, с нашими стрессами, с нашей гипервозбудимостью, также, находясь в клинике три-четыре недели, мы приводим свою нервную систему в порядок, ну, это вот, скажем, такие основные, но все специфические заболевания, заболевания сердца, мы питаем здесь, в аюрведе, мы получаем нужное, необходимое для наших сердечных мышц питание, все заболевания связаны с сосудами, они тоже успешно лечатся, и более того, хорошо лечатся многие заболевания, которые, ну, в классической медицине считаются неизлечимыми, по крайней мере, есть очень серьезные улучшения, если не до полного излечения, вплоть до раковых случаев, когда отказываются, в прошлом году у нас здесь была пациентка из Франции, от которой отказались врачи, потому что у нее раковое состояние кишечника, прошло два года, две панчекармы, она абсолютно здоровый, успешный, деятельный человек. А что еще, с какими еще проблемами можно поехать в аюрведическую клинику, ну, помимо заболеваний, ну, если мы, скажем, относительно здоровые, ну, наверное, в первую очередь это очищение организма, да, потому что мы, как бы, вольны или невольны, даже если мы соблюдаем самые замечательные диеты, которые соответствуют нашей конституции, все равно мы получаем некое влияние, да, и загрязнение происходит. В первую очередь очищение, что еще? Ну, вот вы сказали диабет, да, наверное, очень, кстати, интересная тема, потому что... Очищение само... Да, да, очищение само по себе очень хорошо, но оно же... Для чего мы его делаем? Для того, чтобы предотвратить возникновение заболеваний, чтобы... Ну, это, в общем-то, превентивная мера. Для того, чтобы всегда оставаться здоровым, нужно ехать на панчикарму. Ну, и еще очень важное направление в аюрведе, в частности, в панчикарме, это омоложение. То есть люди, даже которые не имеют серьезных заболеваний, не имеют хронических состояний, но люди, которые в возрасте, у которых уже начались признаки старения, или они не хотят, чтобы они начались, хороший повод приехать на панчикарму для того, чтобы предотвратить вот эти возрастные процессы. Есть прям отдельное направление, оно называется расае на омоложение, и комплекс процедур, там обязательно будут и очистительные процедуры, и... тоже очень достаточно распространенное направление ездить в Индию для комплексов расаины. А скажите, вот у меня тут сейчас тоже в голову пришло, с кожными заболеваниями же тоже можно поехать, да, вот если какие-то поражения, да, какие-то аллергии, экземы, мне кажется, это тоже очень хорошо. Очень хорошо. Кожные заболевания, псориаз, который медицин не излечим, в аюрведе он достаточно успешно лечится. Все проблемы с дыхательными органами, в частности, бронхиальная астма, лечится очень успешно. Все последствия перенесенных инфарктов, инсультов, то же самое, приезжают люди, и они быстро достаточно возвращаются к своему нормальному режиму жизни до возникновения этих приступов. Все проблемы с пищеварением, все то, что касается нашей внутренней сферы, если больные желудок, поджелудочный, желчный пузырь, кишечник, если болеют репродуктивные органы, молодым парам, которые собираются стать родителями, это очень важно, будет очень здорово, если оба будущих родителей приедут где-то за полгода до планируемого зачатия, если они приедут хотя бы за 3 месяца, а лучше за полгода, если они приедут на пачекарму, почистятся, и все время до зачатия будут придерживаться здорового образа жизни, это повысит их шансы на то, что их ребенок будет здоровым и крепким. у меня еще вот такой вопрос, потому что мы едем в Индию, и, конечно, нам хочется все равно, даже если мы понимаем все значение пребывания в эрвидической клинике, назовем его санаторием, тем не менее, хочется совместить это с каким-то там отдыхом, насколько это вообще совмещается, потому что если, скажем, допустим, приехать в Тривандром, то это на берегу океана, это прекрасное, красивейшее место в штате Керала, которое удивительно, то есть, вообще, имеет смысл или все-таки сочетать пляжный отдых и эрвидическое лечение, или все-таки стоит настроиться на пребывание в клинике, а океанские развлечения, пляжный отдых оставить на потом? В зависимости от того, сколько времени есть на отдых, потому что если это всего неделя, и человеку очень нужно совместить, потому что он не может часто выезжать в Индию, то я бы, наверное, предложила сначала поехать на побережье, накупаться, назагораться там, а потом уже ехать в клинику. Это одна сторона медали, другая сторона в том, что после клиники сразу не рекомендуется, в принципе, не путешествовать и не рекомендуется сразу с головой окунаться в стресс. Если, скажем, у человека очень стрессовая работа, очень большая нагрузка эмоциональная, умственная, и он сразу после клиники должен возвращаться в такой ритм, то, может быть, лучше ему остаться неделю на побережье, но при этом не нырять сразу же в океан и не лежать на солнышке, а быть бережным к себе, потому что организм еще пока не готов. После качественной патчекармы до трех месяцев уходит на восстановление, поэтому нужно беречь себя. Ну и вот здесь нам придется выбирать между тем, чтобы нырнуть сразу в жизнь полную стресса, вместо этого поехать на побережье и позволить своему телу еще немножко отдохнуть, но в таком лайтовом режиме. Может быть, нужно будет поехать и на побережье. В идеале, конечно, если мы дадим себе после прохождения лечения недельку, дней 10 хотя бы отдыха, ну, по крайней мере, такой, более спокойной жизни и не тотального включения в нашу повседневную суету. Если в чистом виде говорить о том, как рекомендуют аюрведы, конечно, сразу после патчекармы нельзя ехать на побережье и сразу же купаться и загорать, потому что для организма это и перехлаждение, и перегрев, это очень большие стрессы, а мы еще пока, ну, мы только что, считайте, вышли из больницы. Вот, поэтому если все-таки ехать на побережье, то, ну, больше держаться в тени и несколько дней не заходить в воду либо заходить тогда, когда она максимально комфортная. И, естественно, придерживаться питания, потому что организм наш чистый, без токсинов, привыкший к здоровому питанию, для него, конечно, будет огромный стресс, если мы сразу наляжем на креветки, например, или на алкоголь. Вот, то здесь тоже нужно понимать, будет ли это для нас отдыхом, если мы, находясь на побережье, будем в то же время себя ограничивать. Если это будет нам создавать дискомфорт, ну, давайте отдыхать тогда до клиники, потом проходить лечение, и уже после клиники давайте себе, ну, хотя бы недельку на мягкое вхождение в привычный ритм. Вот мы как раз уже подошли к теме того, насколько надо ехать в клинику, потому что это тоже, опять же, в силу нашего образа жизни, да, мы не всегда можем позволить себе, ну, как в Советском Союзе, да, мы все дети Советского Союза, в той или иной степени, по крайней мере, там, потомки людей, выросших в Советском Союзе, да, там, отдых три недели, санаторная путевка 21 день, кстати, очень логичная, на самом деле, цифра-то была, в общем, за три недели даже вот мой учитель, он всегда рекомендовал, что нормальный отдых, он три недели должен быть, потому что мы как бы, ну, есть определенные обоснования этому, и вот насколько надо ехать в юридическую клинику, ну, как бы минимум, который мы можем себе иметь смысл, да, и полный курс, соответственно, из чего, когда мы выбираем, на что мы можем ориентироваться, ну, помимо собственного графика, да, но тем не менее, мы должны понимать это, но считаю то, что минимальная панчекарма это все-таки три недели, что две недели это больше турпакет, но я просто знаю из своего опыта, из опыта некоторых моих знакомых, которые приезжали на две недели, у них и за две недели были хорошие результаты, для меня даже неожиданные, но в случае, если у человека есть хронические заболевания, то, конечно, лучше срок увеличить до, до четырех недель, я сама лично приезжаю на четыре недели, хотя у меня особой хроники нет, но просто для того, чтобы никуда не спешить и спокойно пройти весь курс, если вы не можете никак приехать больше, чем на две недели, то это лучше, чем ничего, просто врачи подгадают, ну, подготовят такой план на лечение, подгадают его под ваш внутренний график, подстроят, чтобы вы хотя бы какую-то часть своих токсинов и своих болячих все-таки в клинике оставили и не повезли их с собой обратно, но и по крайней мере две недели расслабления и отдыха вам точно будут здесь обеспечены, но если возвращаться к теме, насколько все-таки ехать, то серьезное лечение, наверное, меньше, чем за три недели не проведешь, потому что, как правило, первая неделя уходит на подготовку организма к чистке, а в середине курса это, собственно, чистящие процедуры, они не всегда приятные и для организма очень энергозатратные, но и оставшиеся недели это на восстановление, на то, чтобы мы могли нормально вернуться в социум. В идеале четыре недели, в Айурведе описываются курсы в текстах курсы до 60 дней, но это для тех людей, у которых много хронических заболеваний, наверное, чем дольше, тем лучше, но на мой взгляд три-четыре недели это самое оптимальное. Я слышала еще про 42 дня, да, вот 21 день, 42 дня, то есть кратность семи должна быть цифра или нет, или это все-таки такие более западные домыслы? Нет, это не принципиально. Ага, хорошо. То есть, в принципе, за три-четыре недели это идеальный срок, на который нужно ориентироваться, и при выборе айурведической клиники мы должны на это обратить внимание, ну, естественно, с учетом своих собственных. Есть еще какие-то моменты, которые мы не затронули, которые вы хотели наших слушателей познакомить? Может быть, я просто не все сама знаю. Очень хорошо, если клиника либо сама производит препараты, и вы можете познакомиться с тем, что, да, у них есть своя производственная линейка, они зарегистрированы в местном законодательстве, либо они используют продукцию известных фабрик, тогда, ну, это более благонадежно, потому что часто бывает, что это домашнее какое-то производство, типа семейное, семейных каких-то рецептов, но мы не знаем, как это будет работать, потому что в айурведе вся рецептура очень четко прописана, и когда мы следуем этой рецептуре, тогда мы можем рассчитывать на результат, когда от этой рецептуры отклоняются, тут уже мы не можем прогнозировать, какие будут результаты. Еще очень хотелось бы предостеречь, вот вы уже упомянули, да, что все клизмятся, что там все пьют трифол, наверное, много чего, хочется предостеречь наших слушателей от того, чтобы не нужно доверять литературе из неблагонадежных источников, не нужно доверять роликам непонятного происхождения в интернете, потому что я видела такие ролики, когда доморощенный специалист по аюрведе предлагает делать домашнюю панчекарму, то есть будьте в этом плане осознанны, давайте мы все будем осознанными. Что касается клиник, ну, наверное, нужно обратить внимание на то, насколько они целостно и холистически подходят к нашему, к нам, особенно к западным людям, насколько они готовы нас полностью обеспечить всем необходимым. Мне кажется, что основные моменты мы проговорили. Ну, а уже научились в Индии подходить как раз к лечению западных людей, то есть они обладают этими методиками, то есть сомневаться не приходится? Нет, не приходится. Скажем так, когда приезжает индийский пациент, то он обычно, у него нет представления о том, какой должен быть массаж, жестким или мягким. Когда приезжает западный человек, он более чувствительным, скажем, таким моментом, поэтому местные, ну, во время выполнения процедур всегда присутствует врач в начале процедуры, то есть он контролирует процесс. Все терапевты, которые выполняют процедуру, они обязательно уточняют, нормальная ли температура воды, нормальная ли температура масла, сила нажатия, для того, чтобы человеку было комфортно. Мне кажется, это как раз тот самый элемент адаптации. Что касается условий проживания, тоже учитываются все моменты более привычные для западных людей. Ну, скажем так, индийский туалет вы сейчас уже, наверное, не встретите в аюрведической клинике. Это такая гигиеническая вещь, но от нее часто может портиться настроение. Вот. В принципе, да, в основном многие клиники адаптированы. В Индии есть госпитали аюрведические, обычные, общественные, где, ну, западный человек, скорее всего, не сможет пройти панчикарму и вообще не сможет там находиться, потому что там во время той же клизмы могут использовать одну и ту же трубку, не одноразовую, а она многоразовая, и она без, она не очищается никак, или могут использовать там масла на разных пациентах, одно и то же. В силу того, что высокий, очень большой поток, нет возможности, нет расходных материалов в достаточном количестве, конечно, в клиниках, которые ориентированы именно на, в том числе и на западных людей, скажем так, более коммерческих, в эти моменты они исключены. Везде все одноразово, везде все стерильные, точно так же, как в кухне. В кухне учтены предпочтения западных людей, это их количество специй, и в выборе блюд, в разнообразии блюд. Например, нам непривычно есть суп по вечерам, у нас больше суп, это больше для обеда подходит. Здесь супы предлагаются вечером, но если для вас это некомфортно, вы поговорите с врачом, и вам предложат его в обед. Ну, вот такие нюансы, они всегда идут навстречу. Если это не противоречит показаниям здоровья. Кстати, вот по поводу кухни очень интересный момент, потому что, ну, если, опять же, если мы сейчас читаем такую популярную литературу, которая очень много сейчас напечатана, и на русском языке, уж на английском, я вообще даже не говорю, какое количество всего напечатано, и куча всего переведено, и, соответственно, мы знаем, самое популярное блюдо аюрведы, это кичери, 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 как много названий, да, и, опять же, вот вы сказали, что для западного человека рис не совсем, не всегда так, в таком количестве, в каком, в Индии его употребляют, он, как бы, приемлем, да, просто потому что, извините за физиологические подробности, он крепит рис, например. Да. Даже самый хороший приготовленный рис, если у нас есть проблемы с пищеварением, а, как правило, они есть у всех, опять же, тут, к сожалению, приходится обобщать, но это правда, да, то есть, намного меньше людей, у которых нет проблем с пищеварением, то, какие есть вообще альтернативы, да, с питанием? С питанием очень просто, здесь кичери практически никому не дают, ну, вернее, в том виде, в нашем классическом, и кичери, это далеко не всегда рис, это, в принципе, смесь зерновых с бобовыми, если вам по конституции не подходит рис, вы заменяете рис на что-то другое, на ту же гречку, или, ну, в общем-то, на любую другую крупу, главное, чтобы было сочетание бобовов, но как блюдо, кичери, оно вообще идеально для ежедневного потребления в обед, потому что оно все шесть вкусов содержит, особенно для вегетарианцев хорошо, потому что бобовые должны присутствовать в рационе каждый день, и наилучшее время для усвоения бобовых, это середина дня, вот, здесь же, здесь адаптирована кухня в том плане, что на завтрак у нас есть каша из разных, из разных зерен, из разных круп, сегодня это может быть, ну, просто есть такие крупы, которых у нас на Западе мы не встречаем, они только индийские, но они достаточно разнообразные, готовятся там с изюмом, с кардамоном, достаточно вкусно все это получается, здесь нет избытка острого, здесь практически не используется чили, потому что, ну, чили для здоровья не всегда полезен, только в микроскопических количествах его можно употреблять безопасно, вот, а так, в принципе, да, если возвращаться к теме кухни, то нужно соблюдать достаточно простые правила по питанию, на завтрак желательно, чтобы это была зерновая каша из цельного зерна, это не должна быть каша, это не должна быть овсянка каждый день, пусть она будет один раз в неделю, а все остальное какие-то другие крупы, это не должен быть творог со сметаной из холодильника, это не, ну, фрукты в качестве разгрузочного дня еще куда не шло, но в холодное время года это все-таки должна быть теплая, свежесваренная каша, в обед это желательно, чтобы были белки, и, ну, та же каша, либо супчик с овощами, с крупой, если вегетарианцы, то обязательно бобовые, если не вегетарианцы, то в обед хорошо есть мясо, а на вечер у нас уже легкая пища, потому что нам не приходится тратить много активности и много энергии, нам нужно подготовить кишечник ко сну, поэтому тушеные овощи, овощные супчики со специями будут очень хорошо, вот если мы будем в своей каждодневной жизни придерживаться вот этих нехитрых способов правильного питания, в общем-то, может быть, нам не надо будет ехать на Панчакхарму. Вот у меня, кстати, по поводу мяса вопрос возник, вот если, скажем, мясоед приезжает в клинику, а в клинике вообще как с мясом? Есть, нет? Или не рекомендуется все-таки во время лечения употреблять мясо? Не рекомендуется. Оно тяжело для переваривания и оно оставляет в организме очень много токсинов. В аюрведе нет запрета на мясо, то есть очень многие препараты они делаются из животных, то есть, ну, например, глазная процедура Тарпана, она делает, может выполняться с помощью, там, используя печень козы, ну, и какие-то такие моменты, но в качестве питания мясо это все-таки не диетический продукт, он мало кому подходит, вот прям кому-то нужен. Есть случаи, когда мясо назначают, конкретно врач аюрведы может назначить мясо, но обычно это проходит вне рамок панчикарма, когда панчикарма заканчивается, врач пишет вам рекомендации по поводу питания на будущее, и там уже он будет вот эти моменты прописывать. Здесь же в клинике нам нужно все ресурсы своего организма освободить для очищения, а не тратить их на такой трудный процесс, как переваривание белков. У меня еще такой вопрос возник, а вот я так понимаю, что, конечно, ты, когда находишься в аюрведической клинике, ты страшно занят, потому что у тебя то одна процедура, то другая процедура, ну, в общем, как бы есть, но тем не менее свободное время есть, вот чем вы занимаетесь свободное время, чем вообще можно заняться в клинике, чтобы понимание возникло, то есть не только там, ну, как бы, понятно, что всегда можно уткнуться в гаджет, если на него запреты нет, но тем не менее, какие еще есть варианты досуга. У нас есть территория, обычно у каждой клиники есть своя территория, даже если клиника находится на побережье, купаться нельзя, но гулять-то можно. У нас здесь нет сейчас в этой клинике побережья, но здесь прекрасные сады, не сады, но, в общем, очень много растет деревьев, очень много разных лекарственных растений, у нас здесь водятся дикие павлины, много разных птиц, прилетают калибри, вьют гнезда, то есть просто наблюдать, находиться среди живой природы, слышать ее звуки, дышать этим воздухом. Иногда, когда у нас нет серьезного лечения, мы можем выехать в соседнюю деревушку на шопинг, это тоже такая форма досуга, но, в принципе, вы правильно сказали, что времени его не очень много, и нам, как правило, интересно пообщаться с нашими соседями, с нашими обитателями клиники, потому что мы все приезжаем из разных мест, нам интересно друг о друге что-то узнать о жизни в этих других городах, других странах, так что мы успеваем и пообщаться, и погулять, и если хочется, то побыть в тишине, наедине с собой, посмотреть фильм, почитать книжку. А какие-то лекции читают в клинике или нет? Вот мне тоже был интересный такой момент, то есть, ну, какие-то просветительские беседы какие-то ведутся, или это не принято все-таки в аэробитических клиниках? Чаще всего это не принято, но по нашим просьбам здесь проводятся и кулинарные мастер-классы, когда готовят при нас с подробными описаниями всего процесса, и потом мы это пробуем. И так же проводятся и какие-то музыкальные вечера с приглашенными танцевальными коллективами или с музыкантами, и аэробитические лекции, например, на тему диначария. Диначария – это распорядок дня, как правильно приводить себя в порядок с утра про утреннюю гигиену всего тела. Очень важная и полезная тема. У нас была такая лекция. В общем-то, на просветительскую деятельность обычно у персонала клиники времени немного, но если их попросить, они идут навстречу. И еще такой момент вот по поводу языка. Ну, конечно, в Индии страна такая достаточно высокопросвещенная, очень много говорят по-английски, а с русским как там? По-русски говорят немного, но если клиника ориентирована на поток пациентов из России, как правило, у них есть свой специалист. Даже если нет специалистов в клинике, всегда в близлежащей округе можно кого-то найти со знанием русского языка и его дополнительно приглашать. Как правило, в течение нахождения в клинике много русского не нужно, он нужен один-два раза для основных встреч с доктором, потому что потом, в общем-то, обычные будни, когда ходишь на процедуры в столовую и, в общем-то, все, можно и не общаться. А для первой встречи с врачом, для промежуточной, для заключительной, конечно, переводчик понадобится. Но, как правило, нашего знания хотя бы там основ языка, знания там пяти слов на английском и имея в гаджете переводчик, этого вполне достаточно. Мы можем, заранее приезжая в клинику, перевести свой анамнез на английский язык, ну, с помощью того же переводчика и здесь поставить на свой гаджет переводчик и, в общем-то, общение с доктором даже без знания языка, ну, не будет очень трудностей вызывать, да. Вот, кстати, по поводу анамнеза, вот как раз у нас в заключении я хотела спросить, нужно ли нам какую-то медицинскую выписку с собой привозить, да, либо мы можем, либо, ну, аэрюридическая медицина настолько уникальными способами диагностики обладает, что они сами все определят и сами увидят, какие у нас проблемы, или все-таки стоит подготовиться, да? Лучше подготовиться, потому что медицина, вообще в аюрведе очень мощная диагностика, но прежде всего это пульсовая диагностика, далеко не все эрюрические врачи владеют ею в таком, на таком глубоком уровне, то есть они, конечно, что-то слышат, но не всегда все, тут и человеческий фактор срабатывает, поэтому лучше, конечно, подготовиться, лишним никогда не будет, и врач никогда не откажется посмотреть ни наши анализы, ни наши УЗИ, они будут ему подспорьем для принятия решения. Хорошо, спасибо большое, у нас уже как раз время подходит к концу, и у вас уже, наверное, совсем поздно, вам уже спать пора, вот, потому что, как бы, это у нас тут утро, а у вас там сейчас уже, наверное, полдвенадцатого, да, или полодиннадцатого? Полодиннадцатого, полодиннадцатого, да, я хочу сказать, что у нас сегодня была в гостях Томила Рузматова, и в эфире она с нами из Индии, и мы сегодня говорили про аэровидическую клинику, как правильно выбрать, и мы с Томилой, на самом деле, подготовили цикл, прям, программ, она вот так любезно согласилась, и в следующий раз мы поговорим уже подробнее о панчакарме, вот, и спасибо вам огромное, очень было интересно, я надеюсь, что мы наших слушателей заинтриговали, я так понимаю, что если кто-то захочет выбрать клинику, то можно к вам прям непосредственно обращаться, у вас есть группа на фейсбуке, я знаю, аюрведа в обычной жизни, да, по-моему, она называется, и можно всегда у вас получить рекомендации по поводу как раз выбора правильной клиники, потому что это очень важно, нельзя голословно, к сожалению, сейчас интернет полон всякой информации, не всегда качественной и достоверной, поэтому все-таки стоит обращаться за выбором, за советом к специалисту, который подскажет вам, куда лучше поехать. Томила, спасибо огромное, спокойной ночи, и до следующего четверга, и очень было интересно, получила огромное удовольствие. Спасибо вам большое, спасибо за возможность пообщаться, желаю вам здоровья и всем слушателям канала здоровья. Спокойной ночи. До свидания, доброго дня, счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова